Если нет другой дороги, отправляйся в педагоги. Такая обидная, расхожая поговорка бытовала... Ну, это не для вас. ...достаточно долгое время. И не для меня. Нет, нет. Мы заканчивали, да, и получали образование педагога в те времена, когда статус и престиж педагога был очень высок. Я это знаю, я сама из педагогической династии. К сожалению, низкие проходные баллы, недоборы, отсутствие конкурса на ряд педагогических специальностей, это не такая давняя наша реальность. И за последние пять лет нам удалось преодолеть эту проблему, в первую очередь, благодаря созданию в нашей стране сети педагогических классов. Наш опыт востребован в других сферах, которые сталкиваются с аналогичной задачей привлечения мотивированных молодых людей на специальности. Наше исследование — это вклад в совершенствование системы подготовки педагогических кадров и, надеюсь, повышение престижа педагогической профессии. Это хороший опыт, ранняя профориентация, начиная со школы. Когда уже там, мы определяем, ты будешь педагогом, у тебя данные для этого есть, ты будешь агрономом, ты любишь землю, стремишься, ты будешь инженером или еще кем-то. Ничего здесь плохого нет. На это стоит тратить деньги, потому что если человек придет в ВУЗ и спустя некоторое время поймут, что он не туда попал, а мы затратим на него огромные деньги, нам придется его потом переучивать или еще чего-то, это будет дороже стоить. Плюс еще ранняя профессиональная работа со второго, допустим, курса, на чем я всегда настаиваю. Практика ориентированное обучение – это очень важно для нас также. И более того, мы, мало того, что педклассы, мы сейчас очень сильно будем поднимать роль целевых направлений. Обязательно будем это делать. Нам очень важно, чтобы не только в Минске концентрировались, закончили ВУЗ, и здесь где-то любыми судьбами закрепились. Нам надо равномерно размешать производительные силы по стране, а самое главное производительные силы – это учитель, это преподаватель. Поэтому целевые назначения будут приобретать очень серьезное значение.